всем здравствуйте вы на канале youtube или на франции начинаем новый блок семье дюмонов у нас и улитки живут на террасе и еще посмотрите по-французски к масса подшири и крике крики саранча она у нас тоже все ест питается все они тут у нас жители которые поедают все на свете и гроз это большая толстая а мы сегодня обедаем на террасе но у нас начинается ветер и передали не очень хорошую погоду как всегда салатики соли влад вон аппетит салат у нас сегодня очень простой сыром моцарелла и немножечко куриной грудки а про что я вам хотела а вот мы попробовали вино безалкогольное вино и что я могу сказать ну на любителя это такой небольшой аперитивчик и похоже она на сангрия чем-то похоже на сангрия для аперитива особенно для женщин неплохо буду еще покупать скорее всего куплю нормальное настоящее французское вино а если кто не пьет вино то советую попробовать это меня просили показать что у меня растет на моей террасе у меня в этом году такая дикая терраса растет все что растет то есть вот у нас в основном здесь украшение это наш дикий виноград также жасмин посмотрите какой он уже все молодец выжил даже уже дал несколько цветочков которые начинают вот некоторые отцвели и еще здесь несколько бутончиков я думаю за лето он подрастет это у нас саликорн помните я его показывала у свекрови и мы его называем саликорн но его еще называют коготь ведьмы в переводе с французского это наша лаванда зацвела наша лаванда а нет это лаванды помните я вам рассказывал есть видео про музей лаванды я объясняла в чем разница лаванды и лаванды на и вот это вот лаванды я оставлю ссылочку на это видео если не забуду если забуду напомните это наши различные прядности тимьян розмарин оливковое дерево у нас подросло александра его за ним ухаживает он знает как ухаживать когда нужно обрезать и вот тоже все оливочки тоже начинают цвести здесь у меня будет очень много клубники земляники в этом году были дожди я не знаю конечно она скорее всего будет не сладкая но достаточно много вон сколько цветочков а вот ландыш мой не знаю выживет или нет и кстати наши жители улитки немножечко покушали и здесь у меня клубника земляника и вот наша малинка тоже она погибала но ничего тоже выжила и дала много много росточков и 2 так что вот у нас такая красота естественная красота вы видели что на обед мы чаще всего кушаем салаты когда тепло а вечера все-таки люблю немного теплую пищу поэтому сегодня я запекаю помидорки с чесноком и зира и с травами прованса кстати траву прованса забыла посыпать сейчас посыплю и там у меня свежая рыба в основном мы кушаем овощи приготовленные на пару запеченные в печке и обязательно белок эти еще буду готовить баклажаны на пару как люблю с чесноком баклажаны запекать не знаю почему не люблю в духовке запекать если у вас какой-то есть супер рецепт запеченных баклажан в духовке то обязательно мне напишите я раньше очень любила фаршировать баклажаны и запекать в печке а теперь попробовала в мультиварке на пару с чесноком и они получаются намного нежнее сочнее и я так люблю поэтому буду ждать вашего рецепта а мы скорее всего сейчас я приготовлю заранее ужин и мы скорее всего куда-нибудь отправимся вчера когда мы я выходила в прямой эфир в инстаграм и в машине звучала музыка на youtube я не могу защищенную музыку авторскими правами ставить поэтому меня многие спросили какую музыку слушаем это у меня владислав обожает просто луан это французская молодая певица и вот у ней кому интересно послушать есть свой официальный сайт на youtube своя страничка и вот у него самая любимая песня сейчас я вам покажу я не могу вам снимать всю песню потому что youtube меня заблокирует если кому это интересно я дам ссылочку на ее канал после обеда мы решили поехать в наш город и немножечко погулять и владислав хочет покушать блинчиков городских блинчиков так что мы едем на прогулку город я вам уже показывала много раз но если что-то будет интересно это обязательно покажу может быть вы будут какие-то интересные витрины оставайтесь с нами мы решили пропарковаться на парковке потому что в городе очень много народу и лучше машину оставить здесь сакут комбентюропальпайнер я у него спрашиваю сколько стоит 1 час но когда мы будем платить я вам покажу сколько стоит 1 час парковки у нас в провансе а теперь мы ищем место в принципе мест много парковки полные я думала место много здесь его и в немного на выход все мы выбрались а народу то сколько модель мандио на французском это мой бог мандио девочки нарядные и красивые а ну да сегодня суббота сегодня свадьбы во франции чаще всего свадьбы во франции по субботам магазинах тоже много народу помните этот магазин лекси лекси там мы сюда заходили у меня есть видео я все снимала мне разрешали снимать слышите звук машин это вот когда во франции свадьбе то вся колонна сигналит вот так чтобы все люди знали что во франции ну то что что это колонна свадебная колонна купальники какие в моде купальники цены не видно около 30 евро все такое цветное а это про мод мне нравятся вот такие сарафанчики простые упс дверь открывается все натуральное мода на кроссовки сваровский они не разрешают снимать их витрины сарафанчик но я хотела зайти попробовать этот аромат потом зайду обязательно новый мы зашли в парфюмерный магазин я попробовала новый парфюм мюглер и 21 это свежий более зеленые второй настоящий зеленый такой как они назвали о де колонне вторые парфюм настоящий и что-то мне не знаю оба показались сильно удушливыми не знаю кто пользовался напишите мне как вам буду ждать ваше мнение я так вижу что в этом году очень модно все на тур натуральные ткани хлопковые с вышивкой красота как вам показать всю витрину снова рваные джинсы как мне нравится это платьишко очень нравится это 1 2 3 магазин сейчас посмотрим цену не видно 149 евро все владислав нас нам сказал срочно идти искать блины где продают наша любимая булочная голубь кто будет провансе также съездите обязательно в город который называется салон де прованс это вот и есть наш город нашли 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 наши все и и и а так нам придется немного подождать потому что очень много народов и в нашем любимом кафе место занято Но ничего страшного Стоим в очередь Здесь ледкоежек Даже есть мороженое без сахара Бонжур Мои мужчины смеются Не могут дождаться мороженое и блинов А я заказала себе кофе Я себя даже еще не сняла в этом блоге Когда сам снимаешь на камеру То не очень удобно снимать Но все же Так что всем привет Сейчас мы попьем кофе Потом пойдем погуляем И пойдем по магазинам У меня уже целый список Все что мне нужно купить на ледо Я постараюсь себе все найти Влад дождался Свой блин И миссио Димон Командэ Он и очень любит мороженое Йогуртовое мороженое без сахара И кофе Я решила попробовать мороженое Потому что это мороженое В принципе оно называется здесь во Франции Для диабетиков Александр у меня не любит сладкое мороженое Он всегда заказывает вот это И кстати я всем всем Ооо дети плачут Его советую Оно просто восхитительное А у меня вот такая красота Это капучино Я думаю это будет неплохо Хотела вам показать цены Если вдруг пойдете в кафе В городе Салон-де-Прованс Вот это кафе Которое называется Le Comptoir de Glace И цены Влад у нас съел аж два больших блина 7 евро Это значит 3,51 С шоколадом Так что у нас Капучино 3,70 Экспрессо Евро 80 И одно мороженое Всего мы заказали Один bullet по-французски Ну что есть Один кружочек Не помню как сказать по-русски Простите 3 евро Всего у нас получилось 15,50 Вот такие цены Не улетай Ну вот мы Попили кофе И теперь немножечко Прогуляемся И пойдем домой Самые красивые здания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok